Привет, мой дорогой! Сегодня мы с тобой разберем, что такое проект в подарок. Проект на халяву, проект в дар и прочие всякие вот эти штучки. Почему мы это будем разбирать? Правильно, потому что все любят эту халяву. Любят, когда есть акции, скидосы, распродажи, а желательно, чтобы это вообще отдавали все и бесплатно. И кроме тебя, это любят еще и различные производители, проектировщики, все, кто связан с домостроением. Иными словами, проект в подарок. Что это за зверь и как его получить и какие подводные камушки с этим связаны. Почему я говорю подводные камушки? Вроде бы в халяве. А потому что ты прекрасно помнишь такое замечательное выражение, что бесплатный сыр, он для второй мышки. И вот поехали разбираться. И да, это будет наша пятиминутка. Так позже начнется игра. Я выделил целых три источника, откуда можно получить проект бесплатный в подарок. И первое, это от производителей. В принципе, даже не будем никого маскировать. Есть, например, такой производитель Ютонг. Он там крутой, классный и у них есть большое портфолио, которое можно совершенно бесплатно получить себе проект. Но там есть один маленький нюансик, если ты внимательно посмотришь. Сначала тебе предоставляют картинку, консультацию и спецификацию. А проект тебе подарят, когда читаем на сайте, мелким шрифтом написано. Проект предоставляется бесплатно при покупке по спецификации. Что это означает? И вообще, откуда берутся такие проекты, в частности, Ютонга? У таких производителей есть или своя собственная проектная группа, или они нанимают какие-то крутые команды, которые разрабатывают для производителя непосредственно под них, под их технологический процесс и вообще товар, именно проекты. И они заточены исключительно вот прямо вот в эту штуку. И прикол заключается в том, что если ты возьмешь этот проект и попытаешься применить его на какой-то другой технологии, например, ты газобетонный блок попытаешься заменить на керамику, у тебя ничего не выйдет, потому что там все заточено именно под конкретную технологию. И вот этот проект, он вроде бы как бы бесплатный, но по факту там зашито в этом проекте все, что связано с технологией конкретного производителя. Иными словами, там будет вся производственная номенклатура. Все, что можем, туда запихнем. И у таких проектов есть и плюс, и минус. Минус заключается в том, что если у тебя нет возможности приобрести вот прям все у этого производителя, если ты находишься в другом городе, в другом регионе, и у тебя там нет этого представителя, тебе это просто бессмысленно. И логистическая доставка может просто сожрать всю какую-то потенциальную выгоду. И при этом этот проект ты получишь только при условии заказа. Но при этом есть и плюс. Если ты поклонник данной технологии, если тебе нравится эта архитектура, и самый главный момент, ты ничего не меняешь в доме, вот прям как он есть, то пожалуйста, welcome, ты забираешь себе этот проект, строишь по нему, и у тебя все кайф. Там все четенько рассчитано, все прям нормально, классно. Но ты помнишь, завязка на одной единственной технологии. Второй способ получения проектов, это проект-подарок от производителей, точнее говоря, от подрядчиков, тот, кто занимается стройкой. По мне, это самая такая любимая разводилова именно от строителей. В чем ее прикол? Там есть даже два способа. В первом случае тебе предоставят проект реально бесплатно. И его даже тебе могут разработать. Вот тебя и бесплатно, 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 везде тебе говорят, это все в подарок, подарок, подарок. Самое главное на это заключается в том, что ты его все равно оплатишь. Ты должен вначале заключить договор, он небольших денег стоит на проектирование. Это способ тебя привязать этим проектом к конкретному производителю работы. И это условная бесплатность, ты же за него все равно заплатишь. Тебе потом говорят, что при расчете стоимости работ, конечно, мы эту стоимость вычтем из строительства. Как ты понимаешь, это такой любимый способ, как и маркетплейсы, когда сначала перед черной пятницей цены умножаются на 100%, а потом делается скидка 50%. Обожаю вот эти вот классные маркетинговые штуки. И второй способ, наиболее такой коварный вообще. Тебе разработают дом, тебе разработают проект, даже бесплатный, или подарят из готовых, вопросов нет. Но он будет точно так же привязан к какому-то первому платежу, который могут не взять за проект, а возьмут просто за предварительно подготовительные работы, что-то вот так вот тебе сказать. И проект сделают. И во втором случае туда еще заложат решения, которые будут максимально дорогие. К примеру, тебе нарисуют по умолчанию плиту. И объяснят, почему так надо. Блин, про плиту можно тысячу раз рассказывать, даже не хочу углубляться. Откуда я знаю такую вещь? Дело в том, что мы работаем с многими производственными организациями, которые занимаются строительством. У них нет своих проектных групп и нанимают нас. Мы проекты делаем для них, а они их перепродают кому-то. И наши услуги стоят денег, причем стоят достаточно больших денег. Но эту стоимость закладывают в решение, например, вот те же самые монолитные плиты, какие-то сложные архитектурные элементы, которые удорожают стройку. И производитель имеет там максимальную маржу. И с этой маржи он уже может позволить себе оплатить услуги проектной организации. Даже нормальный, хороший, качественный и скромный. И многие люди даже не узнают, что этот проект разрабатывался где-то другими сторонними подрядчиками. Это очень распространенная практика. У производственников часто нет своих проектных отделов. Либо есть обратная сторона. У них есть свой проектный отдел, представленный одним человеком. В лучшем случае он сидит в офисе. Чаще всего он сидит где-то вообще у черта на рогах. И на аутсерсе лобает какие-то проектики. Качество этих проектиков, ты можешь себе представить. У нас есть вот такой выпуск, где мы разбираем эти проекты. Вот такой выпуск. Чаще всего самые прикольные проекты как раз из таких организаций. Он вроде бы бесплатный. Его делает хрен пойми кто. Там куча косяков. Именно из-за того, что производитель уже пытается здесь сэкономить и нанять кого-то самому дешевый из самых дешевых. И получается прикольные проекты, которые мы так сильно любим разбирать. И если вдруг каким-то чудом тебе попался такой проект. И у тебя есть какие-то легкие сомнения, что там что-то не так. То ты можешь отправить его к нам на проверку. У нас есть такая платная услуга. И мы разберем этот проект и напишем, где там засады, где там правильно-неправильно, на чем можно сэкономить, на чем не надо экономить. По крайней мере подстрахуем. Иногда подстрахуй действительно дешевле, чем не застрахуй. И третий способ получения проектов, как ты понимаешь, это какие-то акции проектных организаций. Чаще всего это заманилово. Да, эти проекты реально можно получить в подарок. Ничего не надо заключать, платить, ты никак не привязан. Но это маркетинговый ход, с помощью которого проектные организации привлекают к себе внимание. В частности, мы специально делали такие проекты, чтобы привлечь как можно больше подписчиков. Для того, чтобы люди шли и собирали халяву. Хотя, как показывает практика, все большие любители халявы по факту ничего потом и не строят. А собирают эти проекты в стол, мечтая, так сказать, визуализируя свои идеи и мечты. Но с другой стороны, это хороший способ посмотреть, что люди выдают. Какую проектную документацию, в каком объеме, какого качества. В принципе, это тоже хороший вариант. То, что ты его там построишь, не построишь. Потому что бесплатные проекты никто не будет корректировать под тебя. Никогда. И подводя итог, хочется сказать, что в первом случае у тебя будет хороший проект. Но зашит под одну единственную технологию. Никак невозможно его ничего менять. Во втором случае, проект будет спорного качества. И ты за него все равно один хрен заплатишь. А в некоторых случаях ты даже и переплачешь. Потому что тебе туда занесут гораздо более дорогие решения, выгодные не тебе, а подрядчику. И третий вариант. Да, это реально халява. Его можно получить. Но... Можешь получить. Но это проект только часть. И многие так делают. И мы так делаем. Выкладываем, например, архитектурную часть. Конструктивную часть. Извините, это уже за отдельные денюжки. Игра окончена. В принципе, все. Можно было бы и прощаться. Но я тебе хочу накинуть один маленький вопросик. Как ты думаешь, может ли быть у миссис Хадсон муж? Ты все правильно понял. Это наша подготовка ко второй серии. Продолжение роликов про бетон. Это продолжение про кирпич. Сценарий уже на всех парах несется к своему завершению. Мы прорабатываем персонажей. И вот есть у нас идея сделать такого интересного персонажа. Но мы задали с вопросом, а реально может ли быть или нет? Как ты думаешь, напиши в комментариях. И для тех, кто сюда попал первый раз, напоминаю, что у нас есть возможность поддержать наш канал донатом. На сценарий мы уже собрали. На продакшн пока нет. Либо вдруг, если у тебя есть какой-то знакомый, который, блин, крутой производитель кирпича. Им большие заводы, ты можешь скинуть ему этот наш ролик. Кстати, вон, прикольные ребята. Свяжись с ним, заплатим до хера денег. И они быстрее снимут про кирпич. Ну или просто поддержать донатом. Нам, во-первых, это очень здорово помогает в создании контента. И есть у этой штуки еще вторая часть. Это прям вот люди, которые нам скидывают донаты. Они еще часто пишут комментарии. И там прям, прям, там прям в сердечко. Прям так нас вдохновляет. Спасибо вам большое вот этим вот замечательным людям. Ну и если на денежки ты еще пока не созрел, не забывай, что ты можешь нас поддержать лайком, подпиской, комментарием. Приглашаю всех. На этом замечательном, позитивном моменте. Господа, обнял. Девчонки, люблю целую. До новых встреч. Все, а теперь синхрон тебе надо делать, чтобы ты не палил. Аплодисменты.